Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня максимально аскетичная и такая абсолютно лаконичная атмосфера у нас будет визуальная. И более того, скажу страшная, не будет у нас сегодня сопровождающих фигурок, и это будет испытание для вашей интуиции при выборе варианта. Но здесь как раз-таки та тема, которую действительно нужно абсолютно интуитивно выбирать. Я немножечко поясню вообще, о чем идет речь. Если вы на эту или другую тему хотите индивидуальную консультацию, то в прикрепленном комментарии в описании к этому видеоролику ссылка на видео, где подробно с уважением к вам я рассказываю, как именно вы можете получить индивидуальную консультацию для себя. А еще такой момент, ссылочки на телеграм, на дзен в прикрепленном комментарии, можете присоединяться туда, к нам. Что касается телеграма, там интересные беседы, обсуждения магических ритуалов в том числе. Происходят у нас различные статьи на магические, околомагические, предсказательные темы и так далее. То есть там разнообразный очень контент. Это из области такой достаточно ламповая атмосфера общения обо всем, что может быть интересно. Но там бывают некоторые моменты, когда достаточно жесткие высказывания проскальзывают и так далее. Поэтому если вы хотите только расклады, если вы хотите что-то белое и пушистое, но опять же ютуб у меня не был особо когда-то белым и пушистым, то оставаться вам лучше здесь или присоединяться к дзену. Там будут как раз расклады. А, конечно, телеграмм это более такое личное, более что ли теплое общение, но с некоторыми резкими моментами. Сегодняшняя тема, что хочу о ней сказать. Если есть враг, если вы точно понимаете, что это враг, а не просто человек, который не так посмотрел. И если реально есть необходимость одернуть человека, может быть ударить как-то. Уж я не знаю физически, морально или как-то по-другому вот это мы будем выяснять. Ну и плюс магический аспект мы тоже будем просматривать сегодня для того, чтобы четко понимать 7 бит 1 ответ, куда все-таки человека пристукнуть немножечко. Давайте выложим позиции. Я хочу сегодня три позиции сделать. Вот так это будет выглядеть без сопровождающих каких бы то ни было карт. Но в любом случае сейчас, я думаю, вы сможете загадать для себя тот вариант, который максимально интуитивно будет выбран. Рассмотрим разные истории, рассмотрим вопрос магического воздействия, насколько это целесообразно в данном аспекте, который у вас происходит в вашей ситуации. Ну и в бытовом плане, как человека все-таки одернуть, поставить на место, стукнуть его иногда. Потому что бывает такое, что в прямом смысле слова хоть кастрюлю на голову надень и лопатой сверху стукни. Для того, чтобы человек чуть-чуть начал слышать, что происходит, понимать и обратил внимание на вас и на ваши какие-то переживания тоже. Такое действительно бывает. Поэтому, собственно, мы и начинаем. Можете загадывать хоть по порядку выкладки, хоть по порядку открытия. Ну и самое главное, чтобы для вас это было максимально интуитивно. Ну кто-то вот не согласен с тем, что происходит. Может быть кому-то хочется фигурок или чего-то радостного вокруг. Ну а мы начинаем. Для тех, кто выбрал позицию номер раз. Ну смотрите, здесь, конечно, вопрос интересный. Вопрос необходимости удара как такового, он на сегодняшний день не стоит. Это не столько должен быть удар, сколько вопрос, который может пощекотать благополучие человека и его возможность с этим благополучием расстаться. Если вы для себя внятно и четко решили, что вы хотите именно магически действовать, то тогда это все, что касается финансовой составляющей. Или вопросы, которые могут касаться в том числе ритуала, который будет затрагивать собой стихию земли в том числе. Это та же самая земля и то, что в ней произрастает, например, вот это может использоваться при ритуале, который здесь вы можете использовать. Но в целом здесь карты говорят о том, что лучше всего здесь человеку периодически, то есть не за один раз вылить на него, да, вот все это. А периодически подкусывая его, немножко пообломать рога, немножечко подпилить ему именно рожки в плане финансового аспекта. И все ритуалы, если вы будете их хоть в каком, хоть в конструктивном, хоть в деструктивном варианте собирать, они будут должны касаться как раз таки данной сферы. То есть либо вы можете стать богаче, умнее, там что-то дорогое себе купить и полезное одновременно долгосрочного пользования. То есть, например, купили вы участок земли и все, и у вашего противника, у врага могут быть какие-то негативные переживания по поводу того, что вы сделали. Давайте в аспекте магического характера мы посмотрим. Вообще не рекомендуют вам заниматься магией по отношению к этому человеку. Ну почему? Потому что, возможно, если это ваш вариант и нет какого-то огромного нарушения, это один из вариантов. Если есть какое-то большое нарушение, в том числе магическое, с его стороны, то у него может быть достаточно серьезная родовая поддержка. И более того, если у человека есть дети, то его будут пока что беречь для них. Не ради него самого, а для них. Поэтому здесь магически не рекомендуется. Но можно, конечно, попытаться человеку перекрыть пути. В частности, если там ему нужны какие-то разрешения, получение какой-то документации, и вы на это можете повлиять, то это сделать можете. Но пока что рекомендуют отложить именно ритуальную часть, которая может быть с вашей стороны. Хотя, смотрите, здесь очень интересный аспект. Карты говорят о том, что вы можете украсть у этого человека возможность его труда, или плоды его труда. То есть, не знаю, это может быть не очень красиво и не очень корректно, но мы не смотрим на моральную сторону вопроса, мы смотрим именно на то, как это в быту может выглядеть. Например, на работе Иван Петрович создал какой-то план, а вы этот план забираете, немножко переначали, и от себя уже подаете начальству. Вроде бы как вы должны на этом заработать, и вроде как вы являетесь главным действующим лицом. То есть, вот именно какое-то воровство респектабельности человека может быть. Но это, опять же, если вам морально это подходит, потому что не каждый человек будет таким образом поступать. Но люди все разные, потому что, если бы все были белые и пушистые, то, наверное, не было бы порчи на смерть и прочее, и ограблений, и воровства, и всего, что только можно представить в данном ключе. Здесь карты говорят о том, что имеете право, но здесь бить в прямом смысле слова по здоровью. По здоровью в плане того, чтобы либо отправить какой-то отчет о его состоянии, его семье. Но знаете, когда это бывает? Когда человек говорит, да я не алкаш, да я не наркоман, да я вообще нюхаю там только через день, а не каждый день 8 раз и прочее. И об этом не знают его родственники. То есть вот какую-то особенность здоровья или какие-то вопросы, которые связаны со здоровьем, вы можете распространить в том числе его родственникам. То есть если дядя Вася обоссанный под забором где-то валялся, а его мама и его сестра думают, что идеальный человек, он же начальник, в пинжаке ходит и не может такого с ним быть, то вот здесь можно отправить какие-то факты, которые будут доказывать то, что у человека со здоровьем не совсем хорошо. Или он не может воспринимать сейчас какую-то работу, делать какую-то работу, какими-то делами заниматься, из-за того, что есть определенные проблемы. Никто не говорил, что будет все, скажем так, безболезненно. Наоборот, удар он и должен быть болезненным. Соответственно, сочетания такие у нас ложатся. Ну и здесь распространение некой скандальной информации, которые касаются дел работы человека посреди планеты всей. То есть здесь именно вы можете рассказать достаточно широкому кругу лиц или в какой-то группе рабочей, например, рабочий чат какой-то у вас, взять и выложить про человека некую информацию, которая может расставить все точки над «ю», и ему это будет больно, и в соответствии с этим воздействие будет. Потому что вопрос, как шандарахнуть именно по противнику. Но смотрите, здесь есть «но». Но есть нюанс, как в том анекдоте. Если вы будете поступать не совсем честно, то, скорее всего, вам вот это не совсем честно и вернется. Если вы хотите близкому окружению человека, его семье, родственникам, друзьям сказать что-то нелицеприятное о нем, подумайте, является ли это справедливым обвинением. Потому что иначе вам может прилететь обратно хорошо тоже салом по мусалам. Смотрите, не просите в скандале, если будут какие-то споры, поддержки из области просто поругаться. Но вы можете отправить ехидное сообщение и даже, возможно, предупредить о том, что человек даже пока не подозревает. Чтобы потом вы могли сказать, что, Федорович, я тебя предупреждал. Вот, ты сделал так, я тебе сказал, что меня это не устраивает. Ты решил идти своим путем. То есть здесь предупредить все-таки, может быть, в полушуточной форме человека надо. Для тех, кто выбрал позицию номер 3, давайте тут посмотрим. Ну, здесь, смотрите, в прямом смысле слова может быть удар, в том числе и магического качества по здоровью. Карты ложатся жесткие достаточно и, скажем так, некрасиво с моральной точки зрения, если заходите, это может выглядеть. Но, тем не менее, здесь вы можете воспользоваться своими преимуществами физическими в рамках того, что происходит. То есть, если вы, например, быстрее можете сходить в магазин или быстрее добраться где-то, там, допустим, отправить заказные письма на почту и прочее, вы можете противопоставить свою работу работе этого человека. То есть, если вы более быстрые, более здоровы, более физически сильны, вы можете сделать упор на это, от этого человеку будет больно однозначно. И, может быть, играючи, ну, скажем так, не то, чтобы зацепить болезнь человека, но здесь можно, знаете, как сыграть на том, что там у вашего конкурента сопли, например, на работе, или если вы поругались, а человек там болен и может куда-то выйти, вот вы имеете полное право под предлогом данного мероприятия поступить по-своему. Да, человеку будет больно, но при всем при этом у нас изначально и расклад не совсем белый и пушистый, потому что тематика соответствующая. Так, давайте посмотрим с магической точки зрения. Ну, смотрите, с магической точки зрения, если этот человек вас поджирает, вот есть такие нюансы, что человек может от вас пытаться подпитываться в какое-то время, и вы тратите на него в целом свой ресурс. Может быть, вы выступаете в данной ситуации как свободные уши, в которые заливают все, что там не попадя. Поэтому здесь, ну, здесь, да, такая история, когда вам нужно отрезать себя, отсечь себя от данного человека и переменить вектор своего движения, чтобы человек не знал о том, какие будут дальше у вас планы. И здесь надо, скорее всего, все это делать быстро, желательно, ну, в ближайшие дни до 10-12 дней, ближайших все это уже провернуть и сделать. Поэтому здесь однозначно отрезание от человека, отказ от того, чтобы отдавать ему энергию, то есть есть в прямом смысле слова ритуалы, которые в том числе я провожу, это отрезание определенных личностей от вашей энергии, если они подпитываются. Естественно, перед этим делается диагностика для того, чтобы понимать, есть ли такая подпитка. Но затем вампир отрезается и, соответственно, вплоть до того, что если вы были единственным источником энергии для человека, вплоть до летальных исходов, может быть, при отрезании. Ну, смотрите, еще там второй расклад подряд идет, захватывая именно эту тему, именно в этом ключе оно как-то трактуется. Все-таки здесь, смотрите, какое-то, может быть, с вашей стороны ехидство, но закрытого характера, то есть не вынесения на всеобщее обозрение, а лично человеку вы можете пошутить, сказать какую-то гадость, которая касается его диагноза в том числе, и это будет оправдано, потому что, скорее всего, человек себя не очень-то хорошо вел, то есть со своим-то рылом в калашный ряд. Поэтому здесь вы можете таким образом поступать, можете пустить какую-то дезинформацию, которая касается финансового аспекта, ну, то есть вы можете преувеличить, например, сумму, которую вы получили, и человеку от этого будет не то чтобы больно, но неприятно определенным образом, да, вот такой мурашки пробегут от того, что это будет не в кайф. Но смотрите, что очень интересно ложится здесь. Если были с вами какие-то недопонимания у этого человека, которые были решены в свое время, не нужно о них рассказывать. То есть даже если вы будете об этом человеке в негативном ключе говорить с какой-то группой лиц или с другим человеком, не надо рассказывать о том, что было в прошлом. Это уже не тот момент, который нужно поднимать, доставать из широких штанин и показывать всем на всеобщее обозрение. Вот это делать не нужно. Перспективы для вас. То есть даже здесь, знаете, о чем карты говорят, что иногда даже в разговоре, когда данного человека несправедливо обижают, вы даже можете за него вступиться. Как бы странно это не звучало, но вам это как будто бы плюсик в карму какой-то. Ну, кстати, готовьтесь, что это будет неоднократно. Не давите на человека в основном через деньги. Проводите постоянный чекап того, что происходит и мониторьте уровень власти и влияние на окружающих людей со стороны этого человека. Потому что здесь есть интересный аспект. Наступит время, когда либо он будет слишком силен, чтобы вы нападали, либо наоборот даст слабину для того, чтобы вы в тот как раз таки момент могли сделать то, что нужно сделать вам. Ну, конечно, позиция первая, вторая, третья компот. Так. Ну, вы знаете, здесь грандиозной срочности влияния нет по сути. Ощущение, что эта позиция будто бы говорит, что вы квиты. Но будет еще ситуация, в рамках которой вам придется определенным образом воздействовать на данного человека. А так пока что вот именно показывает, что вы квиты. Что было уже передано какое-то ваше сообщение энергетически. Да, вот то, что вы переживали. И, в принципе, даже это могло напугать человека определенным образом. Есть такой нюанс. Давайте посмотрим по магии. Ну, здесь может быть задействована родовая магия из области передать сообщение правдивое, честное о конфликте с этим человеком, его роду. То есть, либо его роду, либо своему роду, но с разными целями вы можете передать подобного рода сообщение. Это можно через практиков делать. Но, опять же, ответы были вопросы. А вы вообще ритуалы делаете? Ну, судя, наверное, по моей деятельности, не только ритуалы я делаю. И вопрос был, как я отношусь к порче. Наверное, надо все-таки будет чуть-чуть поговорить на эту тему. Я к ней отношусь, как к необходимости в определенные моменты. Но я вам скажу так, что более 90-95% порч можно заменить другими ритуалами, которые будут иметь еще больше эффект. И при этом вы будете меньше себе брать неприятностей, скажем так, в карму. Или будете потом меньше заслуживать наказания сами. Надо делать умно. И здесь вот именно передача информации о конфликте, возможно, через определенную оплату роду данного человека, либо вашему собственному роду. Но в каждой индивидуальной ситуации здесь будет решаться уже вопрос с личным подходом по этому поводу. Вы знаете, вопрос отношений здесь будет прежде всего. Не допустить утечки каких-то финансов и некоего ресурса, который может через вашу голову уйти данному человеку. Это было бы несправедливо. Вот на это нужно будет обратить внимание. Давайте вашу перспективу здесь. Ну, смотрите, просите и ищите и обрящите, как говорится. Просите и дано будет вам. Потому что если вы будете просить помощи у человека, который мудрым является в этих вопросах, то данный спор и в данном споре вообще вам помогут минимизировать ваши потери. И поддержка будет. А так здесь вот, видите, рекомендации каких-то очень сильно бить здесь даже и нет по этой позиции. Вот смотрите, не надо слишком воодушевленно относиться к тому, что происходит сейчас. То есть даже если есть какая-то маленькая победа с вашей точки зрения, то не надо это раздувать и превозносить на какую-то, ну, скажем так, ту ступень, которая не была достигнута. Постарайтесь выбрать стабильного практика, адекватного, давно занимающегося, если вы будете это делать. Либо использовать традиционные какие-то методы в том, чтобы вам помогло в этой ситуации. Переживать можно и нужно. Переживать скорее из-за прошлого опыта своего и данного человека. То есть если вы знаете прошлый опыт данного лица, это вообще замечательная история, которая будет вам помогать принимать решения в этой ситуации. Но, опять же, карты говорят о том, что не пытайтесь человека утопить в ваших эмоциях или выводить его на очень большие эмоции, потому что в данной ситуации по разным причинам для разных людей это может быть неактуально и неблагоприятно. Вот такая вот сегодня у нас история. Спасибо, опять же, Долфину, Дискорду, то есть за то, что дал такую возможность. Подкинул идею в Телеграме. Присоединяйтесь в Телеграм те, кто еще не с нами там. Будем общаться. Будет умно, весело и иногда немножко следно. Всем, друзья, удачи и благополучия. Пишите комментарии, что у вас получилось, какой вариант выбрали и что этот вариант вам дал. Насколько вообще есть желание врага бить. Или кажется, что дай ну его в баню. Бить не буду, но послушаю, потому что просто хороший расклад. Всем удачи, до встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»